Для детского сада номер 153 в Иванове этот год юбилейный. Он был введен в эксплуатацию 60 лет назад. И за все это время здесь не было капитального ремонта. В этом году учреждение вошло в областную программу. Заменили окна, отремонтировали кровлю. Это основные работы, которые в детском саду, конечно, нужны перед тем, как уже заняться вплотной наполняемостью внутри детского сада. Потому что протечки, промочки. Из-за старых окон был тяжело. Тепловой режим соблюдать детском саду старались. Сейчас, конечно, уже в осенний период уже чувствуем изменения по тепловому режиму. Морозов пока нет. Средняя температура в группах плюс 25. В дождь и ветер кровлю устояла. Но руководство садика на прямой связи с подрядной организацией. В случае чего в рамках гарантийных сроков исправят. Работу выполнили в срок. Член общественной палаты Светлана Орлова лично контролировала этот детский сад. Вспоминает, был один из самых проблем. Впрочем, если говорить в целом о дошкольных учреждениях области, в Иванове садики самые возрастные и их много. На очереди очень много детских садов города Иваново. К сожалению, должна это констатировать. Потому что сады немолодые. С каждым годом все больше и больше возрастных. И проблемы, соответственно, выявляются новые. Обращений очень много. Мы надеемся, что в следующем году большее количество детских садов попадет в программу. Санислав Воскресенский общался с родителями в период ремонта этого сада. И приехал лично посмотреть качество работ. Довольна ремонтом? Очень довольна. Все замечательно, все здорово. Стало теплее. Стало теплее, самое главное. Уже теплее стало. Стало на группах светлее. Крыша не течет, как в прошлом году. Видите, резкое похолодание сразу ощущается. Мы не ощущали. У нас очень тепло на всех группах. В прошлом году в рамках программы отремонтировали 65 детских садов. В этом году уже готовы 77. Осталось 5. В ряде муниципалитетов окончание работ задержалось из-за нерадивых подрядчиков. Сейчас проблема решена. Программу продолжат, сообщил губернатор. Деньги в бюджеты зарезервированы. Составляются сметы и списки. Пока не приведут в порядок все сады, не остановятся. Мы не полные ремонты делаем, а только первоочередные работы. Это, как правило, текущие крыши, как правило, старые окна, кое-где канализация, кое-где замена электрики. Вот мы должны эти работы сделать, везде навести порядок, но потом, конечно, вернуться к садам и доделать то, что уже хочется помимо таких вот базовых капитальных работ. К примеру, в этом садике необходим ремонт фасада, канализации, считает заведующая. Но повторим, это все после того, как завершат первый этап во всех детских садах региона.